Малахи ты плотину, и леса дремучие, лишь бы брали правильно, и Сибирь не мучали. Считается, что это сибирские. Сибирские, это Шушенская, да там даже телевидение снимало, это Рыкалины выращивают. Конкретно сын Рыкалина, Саши. Саша сам занимается виноградом в основном, а Дима, ну Дмитрий, можно так сказать, вот всем. У него ландшафтный дизайн, там он уже начал организовать агротуризм. Папа пошел. Папа, он тоже имеет образование, это самое, ну, как бы сказать, агрономы, наверное. Ёлки-палки. Говорит, контрольный был, 26 килограмм. Слушай, знаешь, как надо, вот так не видно. Вот смотрю я в камеру, мне кажется, что он маленький. Возьми в руки на секунду, не сочи за труд. Не сочи за труд. В нем килограмм, ну, может быть, 12-17. Да, да. Да ты что? Ё-моё, сейчас вот так, потом. Вот, я так уважаю Рыкалиных, для меня, Петрович, это просто, это волшебник. Да, вообще он обалденный мужик. На тему тоже надо, у него где-то около, ну, он говорил, где-то я, говорит, не считал, но чтоб 50 сортов винограда. И в деревне они взяли, может, в аренду, а может, выкупили несколько гектар земли. Я забыл сейчас, чтобы не соврать, не могу сказать на камеру. Но мне кажется, до 16 гектар. И вот Дима ровно полгектара посадил в этом году арбуза и вырастил, бешеный урожай. Занимается третий год выращиванием арбузов. Всего третий год, и вот такое чудо. Да, это он вчера мне это притащил, это не самые крупные. Да ты что? Я тебе точно говорю. Так там и 20, наверное, есть. Да ты, наверное, не, да ладно, лето жаркое, согласен. На себе же. Нет, не в жарком лете дело, а он третий год ведет этот эксперимент. Я в позапрошлом году к ним заезжал, у него тоже куча разобла. Да, а я давно там не был. Слушай. Это вот на его покровке. Да, я знаю, знаю, ты знаешь, я бы старшего Ракалина сейчас бы назначил бы директором или ректором бы Тимирязевской академии. Да, ну просто такое ерунда. Да, ну какая ерунда, это же... Нет, ну знаешь... Это тоже Ломоносов. Нет. Это Ломоносов. Я тебе скажу, не чудиком. Нет. Так, Константинович, я как-то с тобой не согласен, такими, знаешь... Нет, а как ты... А ты думаешь, там такие мудрецы работают? Он просто первый, да, у него... Твой сад, твой сад, это примерно как... И Тимирязевский твой, это примерно как Мерседес, а у них примерно как Жигуль. Так, все, проехали. На, свои, попробуй сливы. Опять издеваться? Это ж твои. Опять издеваться? Да, а что бы и нет? Я же тебе это недавно пробовал, позавчера или когда я буду... Я тебя сейчас пытался накормить чем? Бесколько таях ты? Твоей, твоей. Ты отказался, тоже отказывай. Все, да. На, я помыл, попробуй. Мягкие, спелые, сочные. И пойдем это... Вот, снял ведерко, и там еще пол ведра. Ну, все, жене хватит, она любит эти сливы. И хочешь, сфотографируй, там еще светлее. Ну, маленькое. Вот такое дерево со всего. Пойдем. Да, пойдем, пойдем. Страна должна знать своих героев. Это не живые, а это самое. Что, конкретно розовые? Это уже потемнело несколько. Вчера собрал. А тут, я эти деревья, видишь, они уже старые, скоро вот-вот крякнут. Поэтому я для стратурки начал садить дополнительно. Не спеша, а то твой голос не слышно. Ну, сейчас. Вот она тебе, пожалуйста. Здорово. Еще светлее. Да. Вот эта, правда, слива немножко повреждена. С самого начала зароды сейчас такая была, черная пятнышко. Но не отпала. Но уже тоже поспевает. Так, ну, что привито. А я сейчас, думаешь, помню. Ну, даже недавно было. Вспоминай, это очень важно. Ну, слушай, я тебе честно скажу, не знаю. Я их начал прививать вот. Вот, вон там вот, Ник, узнаю, что на абрикос привито. А это? Ну, так. Наверное, может быть, на сливе, а может быть и на абрикосе. Ну, ладно, жаль, что не знаешь. Не знаю. Так, ну что, все, завязываем или продолжим? Да не, завязываем. А что тут у меня плоды, плоды же все сняты. Дело в том, что я умудрился не сфотографировать эту. Вон ту дерево. Смотри. Эти еще остались, но они должны до середины хотя бы октября висеть. Они маленькие еще. Ё-моё. А часть я снял. Краснобокие. Ё-моё. Ё-моё. Вот твоё. Ё-моё, знаешь, что было? Меня один товарищ отругал в комментариях. Почему вы ходили с Чернобаем, и почему я не слышал, кроме одного, ни одного сорта? Неправда, я все сорта... Ну, ну, я же говорю, человек обиделся. Ну, зря он обиделся. Я постоянно вот с тобой, особенно в прошлый раз был, и шел сразу. Я что написал, исправлюсь. Давай быстро проходимся по грушам. По грушам? Подряд. Хорошо. Бере, раннее, или бере. Давай хоть на плоды глянем, и дальше пошли. Плодов здесь нет, вот это летнее. Есть, есть, есть. Не-не-не, а это ветка привитая. А, это уже другой сорт. Корявые уже... Ну да, раз раннее, значит, уже нету. Я тебе их покажу. Вот, смотри, видишь? Вот эти ветки все перепривитые. Вижу, вижу. Ну, короче, называем сорт, идем дальше. Осенняя московская здесь была привитая. Я тебе его покажу. Вон там в ящике лежат, вот такие хорошие. Слушай, дикарская, откуда Сергей взял, не знаешь? Какой? Вот такие плоды. Сейчас хожу. Дикарская груша. А! Твоя, не твоя? У Филиппа его, может быть. Ну, у меня, наверное, черенки. Черенки, может быть, у меня взял. Но дело в том, что я это дерево потерял. Ну, ты представляешь, 400 грамм плоды. Я не ожидал. Еще висят и не думают падать зимние. Ну, это вот. Значит, люди... ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ